Венсполсы планируют строить очередной крупный объект – индустриальный парк государственного значения. Строительные работы планируют начать уже в этом году. Подробнее в сюжете. С целью развития города и создания новых рабочих мест самоуправление утвердило стратегию создания Венсполского индустриального парка государственного значения. Чтобы получить финансирование, проект был подан на тендер, объявленный Центральным агентством финансов и договоров. В рамках проекта планируется реализовать первый этап развития индустриального парка на земельном участке Венсполсы на улице Курзом С-83. Центральное агентство финансов и договоров уже утвердило проектную заявку. Но для получения финансирования в размере 10 миллионов евро необходимо выполнить ряд условий. Чтобы получить именно договор, нам до 20 сентября надо выполнить домашнее задание. То есть нам нужно в земляной книге собрать документы по земле, которые нужны для строительства. И второй большой момент. Нам нужен проект, технический проект, который сейчас готовится. И время сдачи проекта предусмотрено август месяц. То есть я думаю, что мы успеем все вот это наше домашнее задание до 20 сентября выполнить и подать, чтобы получить конкретно договор уже на эту сумму. Первый этап создания индустриального парка планируется реализовать с 2023 по 2025 год. На территории будущего индустриального парка будут работать технологические инновационные предприятия, которые будут использовать возобновляемую энергию для обеспечения производственного процесса. В целом для развития индустриального парка предусмотрена площадь около 525 гектар, которая разделена на три функциональные зоны – высокотехнологичное производство, производство зеленых технологий и зона зеленой энергии. Мы подали проект на сумму 10 миллионов. В составе проекта у нас планируется улица Целтный продлить до улицы Курзами. Это ротационный круг. Когда мы едем в сторону Риги, там улица Целтный выйдет на улице Курзами. Мы уже видим, что там уже очищены заросшие территории. Там готовится земля для постройки. В масштабе проекта планируется построить здание, 4000 квадратных метров арендаторов. Мы еще не знаем, там будет конкурс на аренду, кто большую цену скажет. Есть опрошенные, кажется, инвесторы, которые интересуются этим проектом. Они готовы вложиться в свои оборудования и технологии. Приблизительно масштаб инвестиций около 80 миллионов. Будет создано около 150 новых рабочих мест. Это очень выгодно, когда есть такая поддержка, потому что сам проект где-то 12 миллионов. И если 10 миллионов мы получаем европейских денег обратно, то самоуправление вкладывается на 2 миллиона. Для реализации проекта индустриального парка государственного значения самоуправлению потребуется кредит для обеспечения софинансирования. Такой объект играет важную роль в развитии экономики города. Издание британской газеты Financial Times опубликовало исследование «Города и регионы будущей Европы-2023», в котором стратегия Венспаса по привлечению прямых иностранных инвестиций была признана второй лучшей в Европе в категории «маленькие города». Завершены работы по благоустройству еще одного внутреннего двора. В этот раз в Парвинте, где расположены дома по адресу Целтнику 18 и МБТС 49. Вновь работы проводились при финансовой поддержке самоуправления. Заявку на осуществление проекта подала управляющая домом по адресу Целтнику 18 фирма Парвелтниксв. Согласно намеченному плану, построили новые пешеходные дорожки, выложив их и брусчаткой. Территория внутреннего двора по адресу МБТС 49 принадлежит самоуправлению. Там провели работы по реконструкции проезжей части и ливневой канализации. Также установили энергоэффективное освещение и расширили автостоянку до 20 парковочных мест. Планомерная работа по благоустройству внутренних дворов реализуется каждое лето. Но вот будет ли ваш двор таким же красивым и современным, зависит от жильцов этих домов и от управляющих. Если жильцы домов считают, что необходимо привести в порядок прилегающую территорию, они могут обратиться с такой просьбой к своему управляющему и совместно определить, какие работы необходимо провести. Затем надо подать заявление Вензманской городской думы, которая в свою очередь финансирует 80% от расходов на строительство тротуаров, 50% на строительство проезжей части, на освещение выделяется 75%. Столько же выделяется и на строительство детской площадки, зоны для мусорных контейнеров, создание газонов. Можно получить и 50% на разработку проекта. Если проезжая часть или тротуары нуждаются в ремонте, то Вензмолское самоуправление выделяет 80% от общих расходов. На строительный надзор полагается 50%. Латвия – многонациональное государство. Третье по численности национальное меньшинство, примерно 3% населения страны, составляют белорусы. Предки современных белорусов Киевичи поселились на территории Латвии еще в средние века. Этому способствовала географическая близость между ними и Балтами, предками современных латышей. После двухлетнего перерыва Вен спился под девизом «Разнообразие культуры, традиции, наше общее богатство» прошли традиционные дни белорусской культуры от Лига до Купалы. Песня «Разнообразие культуры, наше богатство» Праздник Ивана Купалы, так же, как и Лига, посвящен летнему солнцестоянию и расцвету природы. Организатор фестиваля «Венспилское белорусское общество Спадчина» старается знакомить венспилчан с культурой и народными традициями разных областей Беларуси. Открытие фестиваля состоялось в детском городке, а вечером на рыночной площади демонстрировали купальские обряды, имеющие много общего с латышскими традициями на Лига. В концертах приняли участие ансамбль белорусской песни Венспилского центра культуры «Журавинка», а также гости коллективы Центра белорусской культуры Даговкинского самоуправления ансамбль белорусской народной песни «Куполинка», ансамбль танца «Лянок», театр-студия «Паулинка», вокалистка Анастасия Лукашонок, коллектив «Мара» Лепойского белорусского общества и рижский ансамбль белорусской песни сеньоров «Витоки». Академия хоккейной глобальной элиты организовала первый интернациональный тренировочный лагерь для подрастающих хоккеистов из разных стран. Международным был и тренерский состав. Пользуя от участия в лагере извлекли не только юные спортсмены, но и наставники. Подробнее в сюжете. Такое танцевальное представление в честь праздника песни и танца подготовили юные хоккеисты вместе с тренерами во время летнего спортивного лагеря, проходившего в Венсполсе. В летнем лагере свои навыки отрабатывали спортсмены из Литвы, Швеции и Латвии. Особая ценность сборов была в том, что своим опытом делились представители разных хоккейных школ – американской, шведской и латвийской. Я работал тренером в нескольких спортивных лагерях в США, но здесь впервые столкнулся с таким стилем работы. Очень творческий подход со стороны наставников. Они работают с таким рвением – отличный тренер по физической подготовке, тренер у вратарей. И у каждого свой уникальный подход. Мы прекрасно взаимодействуем. Редко можно найти такую команду, которая с таким азартом тренировала бы детей. Программа тренировок включала в себя не только отработки навыков на льду. Юные хоккеисты учились концентрироваться, улучшали физическую форму, просматривали хоккейные матчи с целью разобрать различные нюансы игры. Мы каждый вечер собираемся и обсуждаем, что удалось, что не очень удалось, что надо изменить. Конечно, у каждого свои нюансы. И каждый вечер мы обсуждаем и придумываем интересные задания, обмениваемся знаниями. От таких лагерей пользу и знания получают не только дети, но и мы. Когда мы общаемся, мы узнаем что-то новое, новые тенденции. Главное – передать информацию детям, дать им возможность получить новые знания, касающиеся не только хоккея. Такие лагеря еще и дисциплинируют. 12-летним мальчишкам надо учиться самим вставать по утрам, застилать свою кровать. Каждый вечер мы обходим комнаты, все проверяем, уточняем, все ли почистили зубы. Это тоже очень ценно. Тренеры вместе с сотрудниками Венсполского олимпийского центра продумали и развлекательную программу, чтобы свободное время спортсмены проводили интересно и с пользой. Это наш первый лагерь. Теперь пойдет молва по всему миру. И в следующем году, я думаю, мы будем тренировать детей, которые будут представлять больше стран. Это наша цель. После триумфа латвийских хоккеистов на прошедшем чемпионате мира заметно возрос интерес к этому виду спорта. Возможно, в следующем сезоне хоккеем будут заниматься намного больше латвийских детей. Да, сейчас желающих больше. После чемпионата мира мы все почувствовали подъем, чувство единства, которое нам подарила наша сборная. Это был фантастический момент. И, конечно, сразу нам начали звонить родители и интересоваться хоккеем. Лето, когда у школьников каникулы, это единственная для них возможность поучаствовать в спортивных лагерях. У Олимпийского центра уже богатый опыт принимать у себя спортсменов. И для каждого создаются комфортные условия. Мы можем сравнить, как было до ковида и как после ковида. Многое изменилось. Некоторых традиционных лагерей, которые проходили у нас раньше, теперь нет. Но зато есть другие. И, как вы видите, атмосфера великолепная. Все счастливы и довольны тем, что предлагает наша база. Это мой второй раз в Латвии. Я был в Риге 10 лет назад. Здесь прекрасная природа, вкусная еда, хорошая гостиница, отличная спортивная база и чудесные дети. После того, как мы установили новое охладительное оборудование, у нас прекрасный лёд. Поэтому нет причин волноваться летом о ледовом покрытии. Здесь проходит несколько лагерей. Этот лагерь, затем будет лагерь Бартулеса. Наши спортсмены смогут полноценно тренироваться в течение всего лета. Тренировочные лагеря на Венсполской спортивной базе будут проходить до конца августа. Соберутся в Венсполсе спортсмены разного ранга, представляющие различные виды спорта. Это все события на сегодня. Встретимся с вами завтра в 17.00 на канале Ре-ТВ. Редактор субтитров А.Семкин